МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субботники. Открытие бюста Юрия Гагарина. Визит немецких школьников в Щелковский район, Гагаринский забег. Апрель был насыщен яркими событиями. Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Говорим о главном» в студии Олеси Богданова. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с самого масштабного события. Более 30 тысяч жителей Щелковского района присоединились к субботникам, прошедшим в рамках регионального месячника благоустройства. Три субботы подряд жители, сотрудники управляющих компаний и предприятий, районные власти наводили чистоту на территории общественных зон и социальных объектов во дворах. Во всех поселениях были организованы пункты выдачи инвентаря и горячее питание. Неизменно каждую субботу мы наблюдали за тем, как преображается город и район. На субботник, как на праздник, с парада коммунальной техники начинается традиционная уборка территории. Рядом со мной 45 единиц техники, арсенал управляющих компаний и служба озеленения и благоустройства. Она также примет участие в уборке. Традиции сообща выходить на уборку территории вот уже почти 100 лет. С наступлением тепла на улицы выходит множество неравнодушных людей, чтобы очистить дворы, парки и скверы от оставшегося после зимы мусора. В этом году старт месячнику по благоустройству дали 14 апреля и наводили чистоту на территории района три субботы подряд. Своим примером дадим возможность жителям почувствовать единение, почувствовать желание внести свой вклад в чистоту в городе. Чистое Подмосковье сделаем вместе. Под таким девизом сегодня в Московской области проходит единый региональный субботник. В Щелкове акцию тоже активно поддержали коллективы предприятий, общественных организаций, депутаты всех уровней. Это национальная наша традиция. Почему бы ее не поддерживать дальше? Здесь зазорного абсолютно ничего нет. И воспитательный процесс, воспитание для наших детей. Как говорят, лучший метод воспитания – это метод примера. Мы решили присоединиться и начать, наверное, с себя, вот там, где находится наш исполком, убрать здесь, рядом со исполком. Нам помогают спортсмены, депутаты. Жители вышли и, в общем-то, общими усилиями организовали субботник. Пять площадок депутатов возглавили. В парке большое количество депутатов проводят субботник. Ну и мы вышли по просьбе жителей на территорию Образцова. На субботник приходили и трудовыми коллективами, и целыми семьями. Всего на уборку территорий в апреле вышли более 30 тысяч человек. Мы с удовольствием вышли, в прекрасном настроении, с коллективом, работать и работать, чтобы облагоустроить наш город. Ребят, кто-нибудь принимал участие? Да, мы все тут работали за троих взрослых. А что делали? Убирались. Ветки таскали в кучу. Муравейники убирали, копали. Собирали. Убирали тоже. И стены. Вон мешки, вот там вот здесь все убрано. Мешков много собрали? Да. Вон два мешка. Ну я лично два. Они побольше. Живу в соседнем доме, пришла поддержать, потому что это долг каждого наводить порядок на той земле, где мы живем. Мы несем ответственность за нашу землю. Если мы будем показывать пример детям, молодежи, то страна будет процветать. Как известно, ничто так не объединяет, как общее дело совместными усилиями. Жителям Мшелковского района удалось собрать более 8 тысяч кубометров мусора. Ну а те, у кого не получилось принять участие в субботниках, еще могут наверстать упущенное. Никогда не поздно выйти в родной двор и навести там порядок. 12 апреля весь мир отметил важный для всего человечества день. 57 лет назад впервые человек оказался за пределами планеты Земля. Юрий Гагарин, совершив на корабле «Восток», один виток вокруг Земли, проложил дорогу в космос всем последующим космонавтам. В Щелковском районе дату отметили по-особенному. На аллее Героев в микрорайоне Чкаловский открылся бюст Юрия Гагарина. Он стал пятым в мемориальном комплексе, открытом в прошлом году. На празднование Дня космонавтики в микрорайон Чкаловский пришли и приехали многочисленные гости. Военную структуру представляли не только подразделения Щелковского гарнизона, но и оркестр и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. На торжественном митинге первое слово было предоставлено героям-космонавтам. Эта земля, Чкаловская земля, воспитала большую плеяду героев, большую плеяду лиц, которые заслуживают уважения своей работой, летным мастерством, рекордами. А первый отряд космонавтов жил здесь. Я хотел, чтобы молодое поколение жило с 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961 года. И тогда нам будет жить психологией победителей. Выступающие благодарили ветеранов, которые берегут и поддерживают традиции отечественной авиации и космонавтики и передают их по наследству. Бюст первого космонавта планеты установили в рамках проекта «Аллея российской славы». В прошлом году в Щелкове появились памятные монументы Валерию Чкалову на территории 12-й школы, которой присвоили его имя, и четыре бюста прославленных героев-летчиков, чьи имена так или иначе связаны со Щелковской землей. Коренные жители поселка Чкаловский, теперь микрорайоны города Щелково, по достоинству оценили появление еще одного бюста на «Аллее героев». «Ой, это большое событие, мы его ждали, все, и я вот, значит, ходатайствовал тоже, ну, семь героев есть, а ему нет. Ну, как это так может быть? А сейчас вообще это наше теперь будет памятное место, куда мы будем ходить ежедневно. Вот я гуляю здесь, я все время делаю круг, а теперь Юра здесь, ну, вообще, как к нему в гости будут ходить». Юрий Алексеевич жил в поселке Чкаловский шесть лет, с момента начала тренировок первого отряда космонавтов. Его дом находится буквально в пяти минутах ходьбы от «Аллеи героев». Теперь первый почетный гражданин Щелковского района Юрий Гагарин занял достойное место среди других выдающихся личностей, которые прославили нашу Землю. Знаменитых летчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова и Михаила Громова. Молодым везде у нас дорога. Поддержке молодых семей сегодня уделяется особое внимание. В апреле в рамках госпрограммы свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилья вручили 15 молодым семьям из Щелковского района. Они могут направить их на покупку квартиры или строительство своего дома. Давайте узнаем, кто может воспользоваться помощью государства и какие планы у тех, кто уже получил поддержку. Вот уже не первый год администрация района оказывает поддержку молодым семьям и выдаются свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Например, квартиры в ипотеку или строительство своего дома. Сегодня такие свидетельства получили 15 семей. Своё отдельное жильё, будь то квартира или ещё лучше дом, об этом мечтает каждая молодая семья. Но не все знают, что в Московской области для таких семей предусмотрены меры поддержки. В рамках госпрограммы обеспечения молодых семей жильём им вручают свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Сегодня мы вручим свидетельства 15 молодым семьям на общую сумму 18,5 миллионов рублей. Это совместное бюджетное финансирование, это деньги федеральные, деньги областные и деньги городского поселения Щёлково. Я хочу вам пожелать, чтобы в ваших новых квартирах, домах, которые вы построите или купите, всегда был уют, чтобы ваши семьи были большими, счастливыми и там царила любовь. В актовом зале районной администрации десятки пар счастливых глаз. Сейчас год от года такая программа позволяет осуществить заветную мечту о своём собственном доме тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Каждый молодой человек в возрасте до 35 лет может обратиться к нам в заявление, в администрацию, предоставить все необходимые документы, подтвердить проживание на территории Московской области и одного из супруга обязательно на территории Щёлковского района. После того, как все документы будут проверены, мы ставим их на очередь и, соответственно, выдаём эти сертификаты. Также необходимо подтвердить свою платёжеспособность, поскольку зачастую свидетельства используются для приобретения жилья в ипотеку. Поддержку получили самые разные семьи – и те, которые уже воспитывают несколько детей, и те, кто пока только задумывается о продолжении рода. Наибольшую социальную выплату – 1 миллион 716 тысяч рублей – получила многодетная семья Гуйбадулиных. Они воспитывают троих детей. По словам мамы, полученные средства позволят оплатить порядка 30% от стоимости квартиры. Мы давно… Мечта наша – купить огромную большую квартиру трёхкомнатную. Мы хотим в городе Щёлку купить. До этого мы жили на съёмных квартирах. Детей много, семья огромная, дружная. Вторичное жильё. Присмотрели на Соболевке новую трёхкомнатную квартиру. Планируем взять. Воспользоваться такой поддержкой семьи могут сразу, так что совсем скоро у всех, кто получил свидетельство, исполнится как минимум одна заветная мечта. Дарья Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково». Уже 26 лет никакие события мировой истории не влияют на дружбу, установившуюся между городами-побратимами Щёлково и Хемер. И все эти годы проходит обмен делегациями школьников. Мы ездим в Германию, немецкие ученики – в Щёлково. В этот раз ребят, как всегда, ждала увлекательная программа. По традиции, свой визит в нашу страну делегация начала с посещения главы Щёлковского района. Разные языки, разные культуры и уклад жизни. Однако с каждым годом между школьниками из Щёлково и Хемера этой разницы становится всё меньше. Дружба между городами-побратимами длится уже 26 лет и каждый год проходят такие культурные обмены делегациями. Как всегда, тёплая встреча. В этот визит юных гостей больше, чем обычно. 23 школьника и три учителя из немецкого города-побратима Хемер. Это не может не радовать, ведь в очередной раз доказывает, никакие события политики не могут отнять человеческого. Настоящей дружбы и искреннего общения. Основное, для чего мы встречаемся, для чего мы обменяемся делегациями, наша делегация едет в Германию, вы приезжаете сюда, это для того, чтобы мы смотрели друг на друга, понимали, что мир принадлежит вам, вам, детям, которые со временем будут управлять этим миром. Для нас интересно и очень важно наблюдать, как ребята строят свои отношения с представителями другой страны, России в данном случае, как они учатся друг у друга, как они друг друга обогащают знаниями. Они посещают школы, уроки, смотрят на систему образования у нас, а наша у них. Заводят отношения, заводят дружбу, переписываются, перезваниваются. Это очень здорово. Ребят из Германии ждала увлекательная программа. Они посмотрели достопримечательности Щелковского района, побывали в наших школах. Так, в 17-й школе гости из города-побратима оценили музыкальный фестиваль Songfest. Участники концерта исполняли песни на английском, французском и немецком. Второй год подряд праздник Songfest. Для нас, конечно, большая честь, что делегации из города Хемера в количестве 28 человек и в сопровождении учителей прибыли к нам сюда, в школу. А ученики из 12-й школы приготовили для сверстников несколько увлекательных мастер-классов. Чем могут удивить щелковские школьники немецких? Конечно же, пирогами. Не просто с пирогами, а с капустой. Сегодня они лепили их собственными руками с мыслями о дружбе. Здесь очень теплая атмосфера, здесь очень все очень приятно. И особенно нас порадовали эти подарки. Большое удовольствие мы получили от того, что мы с русскими детями общались. Посетила делегация из Хемера и сквер городов-побратимов, в котором еще 26 лет назад появились первые деревья, посаженные жителями Германии, в знак дружеских отношений с городом Щелково и Щелковским районом. Молодой клён станет еще одним символом дружбы между городами-побратимами Щелково и Хемером. В этот раз дерево посадили совсем еще юные жители Германии, учащиеся хемерских школ. Конечно, этот сквер является символом дружбы, мы в этом уверены. И для нас была сегодня большая честь посадить два дерева, потому что мы одна из самых больших делегаций из города Хемера. И мы хотим, чтобы наша дружба между нашими городами росла и развивалась так же, как эти деревья. В Московской области уже более 15 лет отмечают праздник труда. Честуют своих тружеников и Щелковский район. Для нас он значит многое. На территории муниципалитета расположены десятки предприятий, где работают тысячи людей. В культурном комплексе наградили тех, кто искренне влюблен в свою профессию. Все профессии нужны, все профессии важны. Как известно, труд облагораживает человека. И таких людей, которые посвятили себя работе в Щелковском районе, немало. Их чествовали в Щелковском районном культурном комплексе на дне труда. Они лечат, они учат, спасают, помогают, контролируют, расследуют. Мир профессий богат и широк. И в каждом деле есть свои профессионалы. В районном культурном комплексе почетными грамотами и благодарственными письмами наградили тех, кто не один год посвятил труду. Со сцены выхода звучали теплые слова и поздравления. Благосостояние в семье, любви, тепла, взаимной помощи, добра. Но самое главное, чтобы все это мы делали под нашим мирным небом. В Щелковском районе работают как крупные производства, известные далеко за пределами муниципалитета, так и небольшие предприятия. Оно объединяет их сотрудников одно – многолетний опыт работы и профессиональный подход. Вы вкладываетесь в нас. Мы очень ценим ту заботу, тот опыт, который вы нам передаете. Более 30 тружеников Щелковского района получили заслуженные награды. В их числе Татьяна Дьякова. Своим многолетним трудом на фармацевтическом предприятии она заслужила благодарственное письмо губернатора Московской области. Ну, конечно, за свой труд всегда приятно получать награды. Тем более, моя жизнь очень тесно связана с заводом. Я пришла в 1984 году, и вот сегодня уже 2018 год. Я просто счастлива, что мой труд так оценен. Ярким завершением праздника труда стало театрализованное представление по сказке Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца». Запомнится апрель 2018 яркими событиями в культурной жизни. Незабываемое впечатление подарил ценителям искусства 14-й международный фестиваль «Звездный». Он проходил в течение нескольких недель и завершился гала-концертом, на котором Юрий Розум выступил вместе с основателем группы Space Дидье Мруани. Также в районе, возможно, заложили еще одну традицию. Впервые у нас прошел фестиваль памяти заслуженного артиста Владимира Левашова. Самые яркие моменты далее. Ежегодный международный фестиваль искусств «Звездный» стартовал великолепным концертом, который народный артист России, пианист, президент Международного благотворительного фонда Юрий Розум посвятил памяти своего отца, народного артиста РСФСР Александра Григорьевича Розума. Он был первым исполнителем главных партий в таких операх, как «Укращение строптивой», «Три толстяка», «Заря». Пам очень любил петь. Его даже не надо было просить. Я помню, что ему говорили, Саша, ну спой что-нибудь. И он начинал петь, и заслушивались все. Открывались окна, и аплодисменты раздавались с улицы. Мы жили на первом этаже, на Большой Березинской улице, у Запада. Раздавались с улицы громкие аплодисменты. Все прохожие создавали целую такую слушательскую аудиторию и присутствовали на наших домашних концертах. В этом году фестиваль проходил в течение нескольких недель. Традиционно он включал в себя несколько концертов и мастер-классов, участие в которых принимали ученики школы искусств Челковского района, стипендиаты фонда известного пианиста. Завершился 14-й международный фестиваль «Звездный гала-концертом», который проходил в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Сурпризом вечера стал номер, в котором народный артист России Юрий Розум и основатель французской группы Space, Дидье Моруани исполнили одно из популярных произведений композитора. Дидье Моруани В Щелковском районе прошел первый районный фестиваль имени заслуженного артиста России Владимира Левашова. Его жизнь, в том числе и творческая, прочно связана с Щелковским районом. Здесь он родился, здесь работал, пел и выступал, создавал и развивал коллективы. Его знают и, главное, помнят. Именно поэтому и реализовалась идея создания и проведения фестиваля-конкурса. Это человек, известный всем в районе от края до края. Это человек, который, как вы видели в фильме, щедро делился своим талантом, своими умениями мастера, умениями учителя. Очень жалко, что, наверное, несколько преждевременно мы потеряли эту возможность пользоваться таким щедрым даром и иметь возможность общаться с ним. В четырех номинациях приняли участие более 40 народных коллективов из Щелково, Фрязино, Рузы, Раменского и других муниципалитетов Московской области. Фестиваль проходил в течение нескольких дней на разных площадках, где артисты смогли показать свои умения в хореографии, игре на народных инструментах и пении. Объединяла их одно – народная культура. А теперь о знаменательных датах. 8 апреля в России отметили столетие с момента создания военных комиссариатов. В преддверии профессионального праздника торжественное мероприятие для сотрудников военкомата в Подмосковье провели в правительстве Московской области. Сотрудников военного комиссариата городов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щелковского района в преддверии праздника честовали в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Подготовка молодежи к военной службе, мобилизация на территории всей Российской Федерации. На военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качества выполнения которых зависит состояние боевой готовности и безопасность нашей страны. 8 апреля военные комиссариаты России отмечают столетний юбилей. Сотрудников военкомата в честовали в правительстве Московской области. Со знаменательной датой ветеранов и нынешних работников военкоматов поздравил министр по безопасности и противодействию коррупции Подмосковье Роман Каратаев. Отличившимся сотрудникам он вручил награды, а также благодарности губернатора и правительства региона. Ваша работа приобретает особое значение в условиях непростой внешнеполитической обстановки. Все мы смотрим новости и понимаем, насколько важно сейчас обеспечивать обороноспособность нашей страны. Военные комиссариаты Подмосковья занимают лидирующие позиции в Российской Федерации. Под руководством генерала-майора Вячеслава Петровича Мирошниченко вы добились замечательных результатов. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи и успехов на благо нашей Великой Родины России. 8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров были учреждены комиссариаты по военным делам, сыгравшие значительную роль в создании Красной Армии, а затем и вооруженных сил страны. С тех пор от работы ведомства зависело многое, в первую очередь мобилизация населения в годы трагических военных событий, призыв молодежи на службу Родине. Второе место в региональном рейтинге по призыву занял Щелковский военный комиссариат. Благодарностью губернатора на торжественное мероприятие был отмечен руководитель организации Александр Спирин. Очень приятно, что это произошло, что это было сделано. Люди здесь увиделись, люди будут награждены, люди встретились, пообщались. Приятно, что помнят их заслуги, что помнят об их работе, что их работу очень хорошо ценят. Я горжусь, что выполняю задачи поставления государства на благо государства и на благо нашей Родины. Накануне юбилея сотрудников военного комиссариата городов Щелково-Фрязина, Лосинопетровский и Щелковского района чествовали в театрально-концертном центре. Лучшие работники были награждены юбилейными медалями 100 лет военным комиссариатам, получили грамоты, благодарности и памятные подарки от главы Щелковского района. Мы с гордостью говорим о том, что честь служить в вооруженных силах, благодаря вашей ежедневной, кропотливой работе, приобрела новый статус. Сегодня мы говорим о том, что молодые люди, я говорю, за свой район, в Щелковске, за гордость считают пойти служить в ряды вооруженных сил. 23 апреля ряды вооруженных сил пополнили молодые Щелковцы. Стартовал весенний призыв. На службу в армию от нашего военкомата проводили 24 жителей.